Всем привет, спасибо, что вы зашли на мой канал. И сегодня я покажу и расскажу вам, как можно легко и просто делать видео для серых каналов, в которых присутствует картинка, текст и, конечно же, озвучка, только техническим голосом. Первое, что от вас требуется, это выбор нужной истории, для вашего ролика. У меня для этого примера будет текст, который был взятый из страшных историй. Паранормальное явление, как раз то, что мне необходимо. Теперь, после выбора нужной для вас темы, вам будет необходимо по моему примеру скопировать, выбранный вами текст и сохранить его в текстовых документах. Или, все делать так, как показано в моем видеоролике. Для того, чтобы упростить задачу. Сейчас, я скопирую часть слов и перейду на сайт, по озвучиванию текста. Озвучивание возможно, разными голосами, которые по-вашему подходят к вашему ролику. В описании, под этим видео. Я оставлю вам ссылки, на сайты и используемые программы, которые вы увидите в этом ролике. Так что не переключайте, потому что все самое интересное, вас ждет впереди в этом видео. Главное, не забывайте удалять ссылку на текст, когда вы переносите часть своего текста для озвучки и сохранения, определенной вашей части. Почему именно части? А все потому, что весь текст, озвучить, вам не удастся. На первый взгляд, подумаете вы, что придется попотеть. Но сложного, по сути, нигде нет. Главное, это ваше желание и практика. И тогда все будет супер. Только лень, всегда нас губит. Но о плохом, мы говорить не будем. Смотрите видео внимательно, я его делал, специально для вас. В видео обучающего ролика. Вы только представьте, сколько вы сможете сделать интересных, аудиорассказов. И поделиться своими, видеоматериалами с людьми или вашей собранной аудиторией. Всем доброго времени суток. Хочу поделиться историей, которая произошла буквально на днях, в квартире у моей сестры. Видео с места происшествия прилагаю. Всем доброго времени суток. Хочу поделиться историей, которая произошла буквально на днях, в квартире у моей сестры. Видео с места происшествия прилагаю. Озвучивание текста, который вы сейчас слышали, был воспроизведен голосом персонажа, с именем Самокхвалов. Как по мне, этот голос весьма правильно подходил к озвучке проекта, о котором говорится в этом обучающем видеоролике. Примерно так и озвучиваются серые каналы на ютубе, которые тоже могут приносить доход. Моя сестра живет в Киеве со своим мужем. И вот, недавно вернувшись домой с работы, обнаружили следующую картину. Журнальный столик был перевернут. Нет, он не упал, он был просто вертикально перевернут. Вот. Слышите, произношение с дефектами. И если такое происходит, то вам, просто необходимо отредактировать весь текст, чтобы его можно было, хоть как-то слушать. Моя сестра живет в Киеве со своим мужем. И вот, недавно вернувшись домой с работы, обнаружили следующую картину. Журнальный столик был перевернут. По скачиванию вашего преобразованного текста, проблем не должно возникнуть. Потому что на видео, все видно и показано. Желаю вам успехов, в ваших будущих начинаниях. Каждая аудио-часть, состоит из двух, трех предложений. На сайте, который преобразовывает текст в голос, не должно быть больше трех строчек, иначе текст вы не сможете услышать и скачать. Будем говорить, что с преобразованием текста в голос, мы разобрались. Идем дальше, теперь нам необходимо, соединить все наши аудио-части, в одну целую аудио-дорожку, и сохранить. Здесь тоже все элементарно, от вас требуется только, перетянуть аудио-файл, с папки в программу, и все. Если у вас есть желание, то вы можете изменить голос, с помощью имеющихся спецэффектов, которые присутствуют в музыкальной программе Fruity Loops. Сейчас я вам покажу, как можно это сделать. Но помните, это всего лишь пример, и в моем экспериментальном проекте, голос не будет преобразован. На видео можно предположить, что это пролетела пылинка. Сначала она появляется на заднем плане, а потом пролетает прямо мимо камеры. Но, обратите внимание на странную траекторию, и почему она светится. Что такое, что произошло в доме, и что попало на камеру. Жду ваших предположений. Всем доброго времени суток. Хочу поделиться историей, которая произошла буквально на днях, в квартире у моей сестры. Видео с места происшествия прилагаю. Моя сестра живет в Киеве со своим мужем. И вот, недавно вернувшись домой с работы, обнаружили следующую картину. Журнальный столик. Если вас все устраивает, то можете качать свой шедевр. Для этого вам необходимо нажать на кнопку файл, потом на экспорт. Дальше выбрать нужный формат. Рекомендую mp3-файл. Затем выбираете нужную папку и нажимаете кнопку старт. Шаг номер три. Теперь нам нужно выбрать нормальную картинку для фона, или скачать несколько, для слайд-шоу. Так как у нас текст, со страшной историей, то нам необходимо выбрать, что-то мрачное или темное с тусклым светом. Шаг номер четыре. Преобразовываем нашу картинку, слегка добавив к ней эффектов. Хотел порекомендовать вам этот сайт, показав как можно сделать все бесплатно, но появились небольшие трудности. Но я все же смог их обойти. Не переключайте. Сначала нажимаете на плюсик, чтобы загрузить с компа нужную, для редактирования картинку. Потом перетаскиваете ее вниз, в окошко для фото, туда же к фото и эффект нужно будет перетащить, чтобы все получилось. И ваша фотография с эффектами, преобразуется в видеоролик. В который вы можете добавить свой текст. Лично я написал свое название канала, который называется Observer. С левой стороны, выше моего названия, указан сайт, этого редактора. Название которого, на данный момент, вы закрыть не сможете бесплатно, а только за деньги. В 2019-м, такого прикола не было. И можно было сделать, захват видео без рекламы редактора, с помощью программы, Акам. Кто не знает, Акам эта программа по записи экрана, в которой вы сами делаете, нужный для вас захват съемки. Честно говоря, мне нравится этот редактор. Но платить 30 евро, неохота. Пусть даже один раз. И поэтому я решил не заменять эту онлайн программу, а попробовать ее обойти, смотрите дальше, что у меня получилось. Но для начала, я сделаю захват, этого небольшого окошка, с помощью программы, Акам. Чтобы записать видео с экрана. Шаг номер пять, мы движемся к творческому завершению. У нас есть нужное видео, из которого нам необходимо убрать лишнее. И в этом нам поможет сайт, по обрезке видео. Сайт будет в описании, советую вам его посетить. Здесь тоже все просто. Сначала переносите ваше видео с папки, обрабатываете его и качаете. Показываю программы, исключительно те, с которыми пользуюсь сам. Спасибо, что продолжаете смотреть это видео. Потому что на подходе, шаг номер шесть. Самое интересное, теперь мы будем изменять наше видео. И добавим к нему, крутые штуки, которые помогут нам скрыть, название того сайта в левом углу. И нашим спасителем будет, аниматрон. Сюда тоже нужно перемещать файлы, а не загружать их. С режима лайт, необходимо переключиться в режим эксперт. Как делать мультики в аниматроне, вы можете найти на моем канале, где вы узнаете больше нужной информации, по поводу создания аниме, из готовых картинок и спрайтов. Честно говоря, я и не думал о том, что так все круто произойдет. И если бы не та реклама с названием сайта, в левом углу. То мой видео-урок, получился бы по-другому. Даже несмотря на найденный мною плюс. Все равно есть осадок на душе. Но как бы, все туго не было. Помните, трудности делают нас, лишь сильней. Всегда можно найти выход, с любой ситуации, но это все при наличии, вашего желания. Экспериментируйте, пытайтесь из невозможного сделать возможное. Раз ты встал на старт, то иди к своей цели. Сделав шаг, твой шаг оценит. Есть мечта, то покоряй горы, тех проблем, которые ты выявил в своей голове. Программа, Акам, словно незаменима. Даже в аниматроне нам необходим захват видео, потому что скачать нам возможно, видео длительностью, не больше 10 секунд. ВСДЦ или шаг номер 7, видеоредактор, который завершит этот видеоролик. Всем привет, хочу поделиться историей, которая произошла буквально на днях, в квартире у моей сестры, видео с места происшествия прилагаю. Моя сестра живет в Киеве со своим мужем, и вот, недавно вернувшись домой с работы, обнаружили следующую картину. Журнальный столик был перевернут. Нет, он не упал, он был просто вертикально перевернут. Вот, покрывало с кровати было сорвано и валялось на палу, а на компьютере была вода. Они с мужем жуткие кошатники. У них дома живет 4 кота. Но, если один из котов и запрыгнул на этот столик, то он бы его уронил. Перевернуть вверх дном вряд ли бы получилось. Опять же, что за вода на компьютере? В квартире установлена онлайн веб-камера. Они ее установили, чтобы в реальном режиме смотреть, чем коты занимаются дома, когда их нет. Так вот, в эту камеру кое-что попало. Живут они на 17 этаже. Окно плотно закрыто. В Киеве очень дорогое тепло. Опять же, окно они не открывают, чтобы коты не повыпадали. Никакого сквозняка нет. На видео можно предположить, что это пролетела пылинка. Сначала она появляется на заднем плане, а потом пролетает прямо мимо камеры. Но, обратите внимание на странную траекторию, и почему она светится. Что такое произошло в доме, и что попало на камеру. Жду ваших предположений. Монтировал свое видео с помощью, скачанной программы, Бандикут. А на этом все, всем пока. Большое спасибо за ваш просмотр. Пока-пока.